Миллион долларов Когда речь идет о миллион долларов, многим людям, оказывается, понимания этого не хватает. Людям кажется, что миллион как будто это ракета запускает в космос. Потому что люди подсознательно себя всегда видят неудачниками. Люди подсознательно всегда себя видят далеко от успеха. Когда они слышат слово «успех» или слово «успешный человек», они думают, что это кто-то другой, но не я. А когда слышат слово «миллионер», то, конечно, ему повезло. Они, когда говорят, что можешь стать успешным, они думают, что если я стану успешным, возможно, когда-нибудь. Когда-нибудь, через 20 лет, 40 лет, но если Бог даст, когда-нибудь. Вот в таком подходе. Получается, что люди всегда подсознательно сами себя далеко видят. А потом любое подсознательное ожидание, оно оправдывается. Потому что в голове человека туман и видения не хватает. Наша задача, первый день я буду говорить вам, как вот это видение изменить. Вот, знаете, надо приключать свое сознание, переобучать свое сознание. Дело в том, что общество, в котором мы живем, оно другое. Скажите, пожалуйста, в нашем обществе больше люди верят об успехах или о миллионах, или вообще говорят о других вещах? В нашем обществе в основном люди говорят о проблемах. В основном они жалуются. Я помню, где я вырос, где я вырос, если мой родственник купил новую квартиру, старался, чтобы другие родственники не знали. Я был в шоке, почему он старается, чтобы другие не знали. Я помню, у меня было в седьмом классе, он просто так получилось, что приехал в город, я был с ним, и он сказал, ты никому не говоришь, что я квартиру купил. Я был в шоке, почему люди не хотят своими удачами делиться другими, как будто кто-то заглазит их. А вот, своими проблемами они готовы делиться со всеми. Если у них голова чуть-чуть болит, они всем расскажут. А если ты не звонишь, они говорят, я болел месяц, ты на разу не звонил. А вы внимание обратите, люди готовы делиться проблемами, они не хотят говорить о своей удаче, о своем успехе. Внимание обратите, в дальний момент у меня учатся уже 221 человек индивидуально, 221 предприниматель, они бизнесмены. За 3,5 года с помощью Аллаха удалось 24 долларов и миллионера вырасти. 24. За 3,5 года. И эти ребята, у них доход был 1000 долларов, 3000 долларов, 5000 долларов. Вот такой был доход. Это показатель, что моя методика работает. Согласны? За 3,5 года. Смотрите, 14 лет, 15 лет, некоторые из них были 20 лет бизнеса. У них доход был от 1000 до 10000 долларов в сезоне. В сезоне, когда 10000, а потом 1000, 3000, 5000, вот так средно. И они за 3,5 года вышли на уровне миллионера. Кто такой миллионер? Если в год вы зарабатываете больше миллиона долларов дохода, не активы. Например, недвижимость, ты сам по себе стоимость выросла. Это не показатель, что вы миллионер. Если у вас есть там недвижимость, какие-то там, то, что вы приватизировали в 20-х годах, или купили квартиры, и цена подорожала, и он стоит миллион, это не показать, что вы миллионер, потому что ваше сознание не вырос. Но если ваш доход в год, годовой доход больше миллион долларов, ты миллионер. 24 из них мы вырастили, долларовые миллионеры. Некоторые из них даже мне говорят, наставник, может быть, мою историю не надо показать? Я им говорю, почему? Ты что, обманываешь меня или правду говоришь, когда ты мне отчеты даешь? Нет, правда. Я говорю, твой доход вырос? Он говорит, да. Я говорю, а почему ты не хочешь об этом поделиться другими людьми? Он говорит, как-то неудобно, буду думать, что хвастаюсь. Видите, у нас менталитет такой. Мы боимся говорить о своих достижениях, мы боимся говорить об успехе, но о проблемах мы с удовольствием не говорим. Два дня назад один из этих учеников пришел ко мне, два дня назад. Он с пешки приходит, я говорю, как дела? Он говорит, все плохо. Я говорю, а что плохо? Он говорит, вообще все плохо, наставник. Вы не представляете. Я говорю, давай рассказывай. И он начнет мне рассказывать. Жена родила сына. И он рассказывает мне, что в этом году он фермерством занимается. Он говорит, что в этом году 50 чем-то бичков увеличивал. Фермерство же. А потом говорит, что новый офис открыл и так далее. Все плохо. Заходит ко мне с словами, все плохо. Полчаса убеждает меня, что у него очень плохо. Потом, когда я начинаю, у меня такой характер, когда я задаю вопрос, я говорю, рассказывай мне цифры, говори мне, пожалуйста, показателями. Потом я сам определяю, хорошо или плохо. И он начинает мне говорить. Когда закончили через час, я ему сказал, послушай, почему бы тебе не быть благодарным? У тебя стадо растет, бизнес увеличивался, доходы увеличивался, команда, новый офис. А что ты недоволен-то? Жена родила тебе наследника. Это тебе первый сын. Он говорит, да. А у тебя еще был ребенок, дед? Нет, это первый ребенок. Я говорю, а что плохого тогда? Он говорит, что это трудно. Вы внимательно обратите, да? Вот как мыслит обычный человек. На место того, что видит в своей жизни много возможностей хорошего, быть благодарным Всевышнему, быть благодарным то, что есть, наоборот мыслит. Странно, да? Наоборот мыслит. Люди свои проблемы любят показывать, как будто им очень много проблем. Людям нравятся свои маленькие проблемы надувать, потом мы от них создать в такой, значит, впечатление, как им так трудно. Потому что они любят, когда кто-то их жалеет. Да, да, да. Людям нравится болеть, людям нравится жаловаться. Людям нравится Акаса. Это подсознательное требование внимания к себе. Вот такое Акаса приходит. Дорогие мои, если такое мышление имеем, такое сознание имеем, миллионы не видят нам. Кто мне понял? Но миллион проблем будет точно. Вот поэтому, родные мои, первое, чего надо нам усваивать, наше общество, оно другое. Самое первое, с чего надо начинать, переобучать свое сознание. Умение видеть. Умение видеть. Когда человек учится видеть возможности, он меняется. Проблема в том, что наше сознание, наше сознание от тех людей, которые миллионером стали, чуть-чуть остало. Я сейчас расскажу, вы поймете мне. Посмотрите 90-е годы. Кто помнит 90-е годы? Вы согласны, что все люди были одинаковые? Деньги поменялось, даже у кого были собережения, он тоже потерял. Получается, что перестройка всех нас равнял, потом сказал вот она новая жизнь. Рыночная экономика. И отправил нам на новую жизнь. Получается, что люди, люди, послушайте, вот так шили, вот так идили, вот по этой дороге ходили, ходили, спокойные жизни, образование бесплатно, лечение бесплатно. Так же было? Там, можно сказать, жилье бесплатно. Как-то люди привыкли вот так там. И достаточно было получать диплом, это диплом на всю жизнь. Классно, да? Один раз диплом получаешь, на всю жизнь гарантирую, что ты умный. Я анализирую в тех годах, думаю, странный мир. Люди привыкли так продолжать. Но кто-то, 5 или 10% людей, они осознали, что изменения происходят в мире. Они поняли, что жизнь началась по-другому. И эти люди начали, им было трудно, у них не было знаний. Они начали попитаться, попробовать. Они начали открывать свои бизнесы, кто-то торговлей заниматься, кто-то таскал там, как называлось это, чельночество? Чего-то там занимался и так далее. Они пошли по другой дороге. Получается, что эти продолжали идти, а эти пошли по другой дороге. А вот те люди, которые по другой дороге пошли, конечно, 70% из них банкротились. Потеряли бизнес, в долгах попали. Кто-то из них хитрил, обманывал, кидал друг друга. Так и было же. 30% из них честным трудом продолжали работать. Вот те, которые 30%, которые честным трудом трудились, сегодня они хозяева магазины, хозяева торговые центры, хозяева гостиницы, хозяева рынки. Мы же видим их, хозяева, согласны? Вот бизнес-центры и так далее. Они идут и дальше идут. То есть они ошибки совершали, исправляли, и дальше продолжали. А те, которые хитрым путем обошлись, они банкротились, вернулись назад, обратно туда. Теперь внимание обратите. Что я хочу этим сказать? Я хочу сказать, что что делали этих людей разными? Только видение. Только умение видеть, мышление, мыслить. Когда у человека мышление богатого, он видит. В любой ситуации видит возможность. А когда у человека нет этого видения, он не может понять. Это такая вещь, которую с силами не заберешь у другого. Деньгами не купишь. Это невозможно деньгами купить. Этого надо самостоятельно развивать. Возвращение к теме. Субтитры подогнал «Симон»